я вот честно вам сказать ни черта не понял что произошло в предыдущей серии какой карантин карантин из-за чего нас просто позакрывали дома ну вот по центре уже четвертые сутки сидим на улицу даже выйти не можем сколько раз мы пытались а проблема в том то что дома то вся еда закончилась то сегодня на ужин у нас даже ничего нет максимум цветок но это это степы все по его кушать будет по центре чем и жрать то будем сегодня надо вот план какой-то придумать чтобы хотя бы в магаз ходить а тут они даже в магазин нас не выпускают уже четвертый день план есть у вас какой-то нет а может с ними договориться ну кстати попробовать можно чел дезинфекторы тоже же люди мелкий я предлагаю чтоб ты пошел договорился не гена давай ты тогда мне кажется ты умеешь вот это с людьми разговаривать я пас ну стёпа слушай ты предложил значит иди разговор давай вот еще просто выходи на улицу просто позови хотя бы одного дезинфектора там скажи ему то что ну как бы у нас проблема есть нечего вот только смотри чтобы он домой к нам не зашел а то там опять на брызгает вот этой своей фигней только ты там аккуратно стёпа позовите главного я хочу с ним поговорить сидеть дома никому не выходить до моего даже не тут дезинфекцию проводят я тесто погорел то что это так не работает эти ненормальные со своим карантином чокнули здесь да нам даже не сказали из-за чего карантин из-за чего карантин стёпа подъем пусть поспит ладно тогда все попавляйся на свежем воздухе заходи внутрь мелкий заходи внутрь так ладно есть еще какой-то план вы немного по умнее чем стёпин не ни у кого ничего нет а у меня вот кстати что-то в голове появилась присядьте присядьте сейчас вам расскажу короче смотрите вот эти мужики в желтых костюмах для них же карантина нет да ну то есть мы сидим дома они на улице а все почему потому что они ходят в масках и в противогазах а у нас нет масок и противогазов понимаете ну у них противогазы поэтому они могут ходить на улице а у нас нет противогазов и желтых костюмов ну разве что вот у геннадия петровича и желтый костюм но это не такой как у них понимаете так ладно давайте вам сразу на примере все покажу мелкий сгоняй ко мне в тумбочку возьми две биты которые этом припас вот и отдай геннадию петровичу и сюда геннадий петрович я открываю двери так ты становись вот в тот угол возле выключателя возле туалетной бумаги а ты мелкий становись куда-то вот свой угол так давайте 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 залезь на вот туда наверх я сейчас заманю всех этих дезинфекторов они будут забегать у просто каждого они будут забегать по одному вы их вырубайте когда они будут в отключке мы с них стянем эти желтые костюмы и наконец-то пойдем на улице погуляем понятно мелкий а все попускай поспит так все я сейчас приду пацаны я тут это шел шел и пришел заблудился немного не подскажьте где здесь вот это мазь для спины можно купить где аптека немного зашимил позвоночник вот этот а карантин вот как раз таки карантин мне нужен пацаны готовьтесь давайте давайте готовьтесь они идут кокоти 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 вот этого так минус забегайте по центре тут вот это карантин я забыл как карантин на моей кровати вырубили то чё вы же делаете вот этого кокнули и последний тут плохо твоим по центре вот этим сейчас разбудите стёпу разбудите стёпу хоро спать так 1 кокнули 2 3 4 это значит 4 костюма так все замечательно стёпа доброе утро заходите все внутрь заходите давайте таки быстро только смотрите не толкаетесь а то сейчас еще разбудите их короче первую часть плана мы сами выполнили сейчас вторая часть плана надо их раздеть кто хочет взяться за вот эту часть плана ну смысле стащить с них вот эти комбинезоны желтые стёпа ты все это время спал мне кажется твоя очередь костюмы стягивать давай 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 тащите всех наверх стягивать и костюмы и мы переодеваемся мелкий ты чё там в углу стал давать помогай костюмы стягивать юперный театр все самому делать все самому ладно кто первый ай без разницы как мелкий тебе очень сильно идет честное слово только биты убери на всякий случай хорошо ой 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 спускается спускается стёпа геннадий петрович ну слушай стёпа если бы ты с этим конусом на башке не ходил я бы даже не понял что это ты так вижу очки через вот этот скафандр и геннадий петрович все нормально так ты не надень 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 вот этот конус чтобы я хотя бы вас как-то отличал все давайте все за мной только ведите себя спокойно мы с вами настоящие дезинфекторы вот мы сами краски сделали вот этот карантин чтобы нас никто не спалил а то фиг его знает сколько этих дезинфекторов еще по городу гуляет так все за мной все в шеренгу выстроились друг за другом друг за другом и пошагали дружно в ряд тачки их трогать не будем просто топаем а куда мы топаем то за едой за за едой топаем точно за хавчиком топаем а то завтра уже с голоду сдохнем если чё-то не купим здравствуйте здравствуйте как у вас тут спокойно обстановка все хорошо да так а вы с какого отряда и я вас что-то не помню четвертый в класс шестая школа шестой отряд новосахалинского республика молдова мы вот это и я что-то такого отряда не помню а так подойдите сюда по секретам скажу подойдите у нас секретный просто отряд секрет нельзя никому про него рассказывать мы из дальнего вот этого таджикистона приехали 4 в класс 9 роб трота мы ответственны за этот весь карантин понимаете мне кажется вы меня обманываете ну слушайте ну как бы на самом деле вам реально не кажется мы мы реально тебя обманываем так все и есть и что ему просто стало плохо от карантина так все давайте за мной мне кажется мелкий его на надолго так вырубил пошли а так 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 тихо 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 если что вот этот мужик уже там валялся вот этим без сознания таких здравия желаю старший дезинфектор здравствуйте там вашего нашему вашему общему нашему вашему из вашим коллеги плохо стало микросон вот этих углекислых газов передышался в обморок шандарах ну там что-то бредил в сознании пена изо рта шла вот это да мне кажется помощь ему там нужно мы пошли в соседний город дезинфекцию дезинфицировать давайте удачи вам там если что там да по ходу не только мы сами по центре четвертые сутки без еды выживаем викарда ты там как жив не жив помер уже подъем мелкий стук нему башки хорошо хорошечно чтобы он очнулся здравствуйте сейчас год 21 19 20 я чё-то сам не помню ты как 109 по егенами кажется ошибаешься немного ты как жив не жив ты смотри исхудал так как весь конечно четвертые сутки то не не кушать нам мне кажется надо рекорд у собой забрать только рекорд у тебя так на улицу не выпустят если нас вот эти дезинфекторы заметят тебя сразу в дурку куда-то отправит или куда-то на карантин я не знаю короче по центре давайте делаем так у меня есть план ты рекордов наверх в переодевалку там спрячься когда к тебе кто-то зайдет сразу его кокой по башке из вот это одежду у него воруй и переодевайся а вы все остальные давайте за прилавок заказу прячьтесь чтобы вас не было видно я щас приду мужики мужики там из-за этого карантина я в этом магазине одежды таракана чернобыльского встретил ядрик колотит два метра ростом короче в ширину мне один мужик нужен с крепкими мышцами мускулами чтобы помочь его завалить кто хочет а да пошли так а ты тут давай присматривали за своим вот этим который в обморок почему-то случайно упал а ты давай за мной короче таракан двухметровый в ширину и четырехметровый в высоту я когда увидел немножко конечно испугался но просто проблема в том то что сам не справлюсь вот он там в примерочной спрятался за вот этой за ширмой короче план таков ты берешь забегаешь убиваешь его а я здесь стою и сторожу все все давай на раз-два-четыре забегай забег запекай рикардо он весь твой будешь готов выходи я тебя здесь жду господи помилуй ну ты адекватный человек или никак и или как ты ты полностью весь костюм с него стащить не мог ну так получилось у рекордов как всегда свой особенный стиль ладно давайте за мной мужики выходите только не пугайтесь пожалуйста нас неадекватный просто в компании есть один я не знаю как тебе не холодно будет на улице холодно все пошли у нас в городе вот это пятерочка вот это есть только я не помню она открылась общение открылась я не помню бомжара вроде меня не звал на открытие вот она кстати ну судя по тому то что все окна к чертовой бабушки забаррикадированы вряд ли она открылась и а подожди а чё в городе то жрать вообще у меня ресторан мой пустуют я уже не знаю какой месяц давайте кстати заглянем к елене ветрянкина и мне тоже интересно померли они там от голода или нет у меня ресторан второй и третий месяц уже пустует потому что нет продуктов чтобы банально еду готовить я не знаю как в этом городе вообще выживать так елена ветрянкина и бомжара вроде пока что живы сушки по центре все сюда подойдите а давайте мы сделаем небольшой сюрприз чтобы они хотя бы немного взбодрились так мелкий ты иди туда к левому окну ты стёпа иди к правому туда окну ты рикардо стой здесь вот вот здесь а ты геннадий петрович вот здесь короче по центре на счет 3 когда я открою дверь все нафиг чертовой бабушки разбивайте стекла и забегайте внутрь и начинайте орать карантин мне кажется после этого елена ветрянкина точно взбодрится да и какая разница она и так здесь будет в ближайшее время ремонт делать у нее вот это вся больничка пустует все готовы давайте раз чё ты сразу в оборок то падаешь лена это шутка это мы это рикардо это стёпо это геннадий петрович или это геннадий петрович нет слишком маленький для геннадия петрович это мелкий мелкий стук нее тоже по башке чтобы она очнулась мелкий сегодня всех по башке стукает так баб жара а ты там жив подъем вы тут голоду еще не померли за это за эти все дни живы все здоровы да я как бы врач но меня закрыли на неделю назад я почти ничего не ела вот вот кстати да вот бомжара ты вот примерно года полтора назад а вот пятерочку обещал открыть она до сих пор закрыта нечего кушать в городе и теперь не стыдно бомжара ну как бы карантин в стране ну как в стране ну карантин то стране но жители этого города все голодают мне кажется ты сам не ел уже последние 45 суток ничего да все самому делать все самому хотя нифига не мэр все сам делаю ладно стойте здесь вас так на улицу не выпустят даже учитывая что ты мэр города и даже учитывая то что главный врач и единственный врач города так стойте здесь я ща приду найдите рикардо штаны пожалуйста он заколебал своим вот этим ходить светить по всему городу так надо бы еще дезинфекторов каких-то найти стоп остановитесь стоп стоп там таракан 4 таракан 4 метровый в больничке завалялся кроме мужик таракан 4 метровый в больничке завалялся я с ним справиться хотел короче там всех съел всех переел нами на меня смотри на меня смотри всех вот это по башке надо бы стукнуть его битой ты на меня смотри на меня смотри по башке битой бы стукнуть надо вот да вот молодец так леночка бомжара я для вас тут костюмы нашел идите сюда так бомжара ты с него костюм стягивает хотя мне кажется у него там в запасе в этой машине еще парочку костюмов есть поэтому бомжара и лена бомжа где бомжара идите переодевайтесь в машине мы сейчас подойдем у нас просто банда дезинфекторов мы с такой бандой планету всю сможем захватить пацаны мелкий битубери так а кто есть кто вот это слева вроде бомжара да справа лена пацаны я не знаю чё с нами происходит в этой серии но мы реально выглядим как будто команда по спасению мира так этого дезинфектора оставьте в покое и давайте все за мной вперед планету захватывать урхура а ваню соленкой а кстати а где ваня соленкой а олечка с ее папой а кстати а где олечка с ее папой пошли так подождите ваня соленкой они же на ферме живут у из батей своим да у них там еды стак кстати может нам реально на ферму отправиться у них там еды дофига кстати да а олечка с ее папой вот это я кстати не знаю они вроде вот в этом доме живут есть я не ошибаюсь вот в этом я кстати не знаю что с ними произошло живы они там или не живы но остается только надеяться то что они живы я просто даже не помню когда их последний раз на улице то видел ну ладно короче есть мы с вами еще встретим вот этих дезинфекторов ничего не говорите я сам расскажу им снова историю про большого таракана вот подожди стёпа а маргаритка жена твоя где ты про всех сказала про свою жену то забыл слушайте а это хорошая идея у твоей женушки стёпа всегда еды полно в холодильнике поэтому я предлагаю всем завалиться к стёпе домой сажать всю еду которая есть у него в холодильнике ну а чё стёпа как бы мы реально потеряли маргаритку надеюсь то что она там жива сколько я сегодня раз за эту серию уже сказал то что надеюсь он там кто-то там жив юж что ж вас так-то много здесь в подъезде давайте короче когда она выйдет карантин да что что же сегодня так карантин это все пугаются пацаны завалимся в хату маргарита подвиньтесь занимаем стулья занимаем так все рассаживайтесь у кого-то на кого есть место за за стол садитесь у кого нет места садитесь там на на вот эти на ступеньки в коридоре там мелкий ты слезь со стола-то такой некультурный а слезь со стола ритка если что вот это это мы в этом не пугайтесь просто карантин на улице мы тут все просто с голоду подыхаем что происходит так подождите это я вот это мелкий это вроде геннадий петрович это вроде стёпа елена бомжара короче нас тут не различишь но в принципе это все мы вот в твоя компания муж твой вот на лестнице сидит нам бы вот это ритка пожрать бы чё-то за последние бы вот эти неделю ничего не ели если у вас есть конечно хотя бы по кусочку хлеба перекусить мы бы все были бы рады мелкий это стола слез а я как раз ки 14 литров супа наварила думала кому бы и он скормить ахахаха ритка честно вам скажу вы по адресу давайте доставать те супчик скаллодоса разогреваете такой ну чё по центре наконец-то за последнюю неделю пожрём-то нормально чур я первый ему не мне мне первому так мелкий ребенок слезать то ладно там Boom лесстала слаза ставьте ритка ставьте вау спасибо большое на его месте что мне так давать вся эта кастрюля мне мне кажется ездить больше всего проголодался Хлебушка, можно, пожалуйста, к столу? Давайте все по очереди, каждый по ложечке И вот так по кругу Проголодались просто, как дикие звери С этим карантином В скафандрах кушать неудобно Ну вы обжоры Вы мне стены супом не заляпайте Слышь, мелкий, это тебе Слезь со стола Все испачкал здесь Приятного аппетита, пацаны Приятного аппетита Приятного аппетита